Рождественское послание Патриарха Московского Весеруси Кирилла Архипастырем, пастырем, диаконам, монашу, стоящим им всеверным чадам Русской Православной Церкви Преосвященные Архипастыри, Досточтимы Отцы, Всечестные Иноки, Инокини, дорогие братья и сёстры Ко всем вам, проживающим в разных странах, городах и весях Но составляющим единую Русскую Православную Церковь Обращаюсь я в сию святую ночь и от души поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова Сердечно приветствую вас, дорогие мои, и молительно желаю, чтобы мы все исполнились духовной радостью От совместного участия в этом великом торжестве и насладились пиром веры, как сыны и черепожи и друзья Христовы Ныне, созерцая тайны Бога воплощения, мы стремимся понять, какой смысл события, происшедшего 2000 лет назад в Ифлиеме И какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам Святой апостол Павел пишет, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление А что же предшествовало этой полноте времени? Вся история человечества до Рождества Христова, по сути, есть история поиска Бога Когда лучшие умы пытались понять, кто же является источником той сверхъестественной силы, присутствие которой в жизни так или иначе ощущает каждый живущий на земле человек На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, впадали во всевозможные заблуждения Но ни примитивный страх человека пред грозным явлением природы, ни обожествление природных стихий, идолов, а порой и самого себя Ни даже те немногие прозрения, которые озаряли философов и язычников, не привели людей к истинному Богу И когда мир своей мудростью не познал Бога, он благоволил сам снизойти к людям Духовными очами мы созерцаем великое благочестие тайны Дворец уподобляется творению, принимает природу человеческую, претерпевает уничижения, умирает на кресте и воскресает Все это превосходит человеческое понимание, является чудом, раскрывающим полноту откровения Бога людям о самом себе Христос родился и мир обрел надежду Христос родился и любовь царствует во веки Христос родился и небо преклонилось до земли Христос родился и ифлиемская звезда указывает нелужный путь Богу Христос родился и никто да не верит в торжество зла, ибо мы спасены благодатью через веру и сие не от нас, но Божий дар Ожидая и предвидя предшествия Мессии, пророк Исаия восклицает «С нами Бог!» Его богословенные слова и поныне являются источником незреченной радости для миллионов и миллионов христиан Родившись в Ифлиеме, Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность и основанную им церковь Он с нами, когда мы творим добрые дела, Он с нами, когда мы помогаем ближним, Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем Он с нами, когда мы прощаем и не помним зла, Он с нами, когда мы молимся и участвуем в церковных таинствах Наибаче же в таинстве благодарения Святой Евхаристии Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном Мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, тому, кто даровал это спасение всем народам и на все времена Кто и ныне простирает свои объятия каждому из нас Обретая навык истинного почитания Бога и благоговейного предстояния пред Ним Мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя веру действующую любовью И нам немногое остается довершить Ответить на действия спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам Господа, своим желанием исполнять Его заповеди Если мы усвоим эту великую истину, то очень многое изменится не только в нас самих, но и вокруг нас Мы сумеем правильно расставлять целостные приоритеты Мы сможем мирно, спокойно и уверенно идти по предначертанной свыше дороге жизни, воздавая хвалу и благодарение Богу А чтобы достичь такого состояния Духа, мы должны быть православными людьми не по социологическим только опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни Как были горячо верующими и любящими Богу людьми наши благочестивые предки Среди таковых особое место занимает креститель Руси, святой равноапостольный великий князь Владимир Тысячелетие его блаженной кончины мы будем отмечать в этом году Именно ему мы обязаны тем, что являемся носителем высокого христианского звания и в совокупности составляем единую семью православных братских народов исторической Руси Так было и есть и будет И никакие временные треволнения и испытания, никакие внешние силы не смогут расторгнуть эти многовековые духовные и культурные связи наследников Киевской крещальной купели В эти святые рождественские дни молитва всей полноты и моя сугубая молитва о мире на украинской земле Вне зависимости от места проживания своих чад, их политические взгляды или предпочтения Русская православная церковь исполняет ту ответственную миссию, которую возложил на нее сам Христос Она делала и делает все возможное для того, чтобы примирить людей и помочь им преодолеть последствия враждения В основе всякого противопостояния, ненависти и разделений – грех Он, по слову преподобного Юстина Чилийского, всеми своими силами совершает одно – обезбоживает и обечеловечивает человека И мы видим, в каком адском состоянии порой пребывает человек, утративший дарованное Творцом достоинство Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая людям великую радость о рождении Спасителя Призывает всякого земнородного веровать и измениться к лучшему Она предлагает путь восхождения от богоискательства к богопознанию От богоопознания к богообщению, от богообщения к богоуподоблению Святитель Афанасий Великий, живший в IV веке в Александрии, в потрясающих словах выразил цель пришествия в мир Спасителя Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом Не по своей природе, а по божественной благодати Весь многовековой опыт Церкви свидетельствует подлинное преображение Обожение совершается действием благодати посредством добровольного соработничества Бога и человека И достигается он трудом в послушании Творцу, а не приятием дьявольского искушения змия Предлагавшим нашим прародителям вкусить от древа познания добра и зла и тотчас стать, как Боги Каждый, живущий по вере, знает, что именно верность Богу удерживает его от злых дел и мыслей Что именно вера вдохновляет его на подвиги и труды, во славу Божию и на благо ближних Поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова и наступившим новолетием Хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, мира, благоденствия и щедрой помощи свыше В непредкновенном шествии за нашим Господом и Спасителем Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе Сам да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми ему славой держава во веки веков, аминь Кирилл, патриарх Московской и Ся Руси, Москва, Рождество Христово, 2014-2015 год, аминь Кирилл, патриарх Московской и Ся Руси, Москва, Рождество Христово, 2014-2015 год, аминь